Этим летом готовить город к зимним играм помогают более тысячи студентов из 24 регионов страны. На курорте они не только работают на олимпийских объектах, но и находят время для отдыха, причем активного. У нас уже прошли два отборочных тура «Спартакеады» по семи видам спорта. Это волейбол, футбол, стритбол, дартс, легкая атлетика. То есть различные виды спорта. А сегодня непосредственно творческий фестиваль, где ребята показывают, какие они позитивные, какие они талантливые. Все умеют петь, плясать, что не просто приехали сюда трудиться, но и зажигать сердца. Станцевать, спеть или сыграть сцену из спектакля – неважно. Главное быть оригинальным. Команда «Дальневосточник» из Хабаровска в фестивале «Сочное лето» подготовилась за одну ночь. Как и к экзаменам, шутит ее командир. Работаем до семи часов. Там пока поесть, помыться, в полдевятого собираться. Ой, господи, мы столько уже перемучились. Три раза переделали все выступления. Пацаны, давай побольше эмоций. Переделали несколько раз выступления. В итоге, я надеюсь, сегодня выступим на ура. По условиям конкурса просто хорошо выступить недостаточно. В каждом номере должны быть отражены ценности и традиции строоотрядовского движения. Добавлю, что добровольцы приезжают в Сочи уже шестой год подряд. Лучшие воспитанники университетов России стремятся внести свой вклад в подготовку города к Олимпиаде. В национальной молодежной стройке уже приняли участие более 6 тысяч бойцов студенческих отрядов. Закрытие трудового семестра этого года состоится 18 августа. Но работать в Сочи отряды останутся до конца лета. А уже в феврале студенты мечтают вновь вернуться на Черноморское побережье, чтобы поддержать российскую сборную на зимних играх. Елена Всецна, телекомпания ФКТ